В аптеку, как в рюмочную, этот мужчина не стал дожидаться 12 часов дня, чтобы пойти в магазин за спиртным. Да и дорого нынче обходится водка, не всем по карману. Именно поэтому большую популярность приобрел этиловый спирт. Во многих аптеках Шимкента его стали продавать, как и крепкий алкоголь в продуктовых магазинах, с полудня до 21 часа. В данный момент спирта нет у нас, он у нас быстро заканчивается. Сейчас вообще поступает, немного поступает. И сейчас спрос на спирт много. Его хорошо берут, в большом количестве берут, в больших количествах. Но в основном кто? В основном мужчины покупают, и больные покупают, уколы делают. Мы не знаем, там настойки делать покупают. Люди особого контингента берут спирт сразу по несколько флаконов. В некоторых аптеках он моментально исчезает с прилавков. Можно, конечно, отпускать спирт строго по рецепту врача. Однако в этом случае пострадают те, кто действительно использует этот товар по его непосредственному медицинскому назначению. Вот это флакончик этилового спирта 90%. Здесь 90 мл. Давайте займемся подсчетами. 90 мл 90% спирта нужно разбавить 1 к 3, чтобы получить такой продукт, как водка. Водка в магазине стоит порядка 1000 тенге. Получается, что те, кто употребляет этиловый спирт, значительно экономят. В разбаве спирта 1 к 3 покупатель получает 270 граммов водки. Всего за 130 тенге. Экономия налицо. По наблюдению сотрудников аптека, определенная категория граждан активно пьет и настойку пиона. Она тоже спиртосодержащая. А вот настойка бояржишника, некогда пользующаяся спросом у алкоголиков, сегодня уже не в тренде, подорожала. А потому дефицита на так называемый медицинский коньяк в аптеках нет. Впрочем, в Казахстане с нового года вновь подорожают и крепкие алкогольные напитки. Минимальная цена за бутылку поднимется примерно на 500 тенге. Власти таким образом пытаются снизить в стране уровень алкоголизма. Однако, итогом может стать очередной всплеск употребления суррогатов, напоминают наркологи.